Всем привет! Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Тина Токсина. Ну что, ребята, Индия закончилась. Были варианты, куда нам лететь. Можно было полететь домой, в Литву, но сейчас там еще очень-очень холодно. Можно было слетать, куда ты там хотел? На Мальдивы хочу! Да, можно было слетать на Мальдивы, но мы полетели дальше. Не в сторону дома, а мы полетели во Вьетнам. Сегодня мы вам покажем свою дорогу, как все начиналось и как мы прилетели во Вьетнам. Какой это путь, долгий или недолгий? Вас по традиции берем с собой. Продолжение следует... Прилетели здесь холодно, всего 18 градусов, но это не улица. Это, представляете, такие фонтаны внутри аэропорта. Молодцы, умеют, когда хотят. Люди ждут багаж. Нам багаж дать не надо. Наверное. Но она сказала так интересно, типа, здесь нет. Сначала сказала да, потом нет. А может, подождем наш багаж? Подождем. А нам, в принципе, надо на интернационал-трансфер. На выход нам не надо. Хороший аэропорт, большой, много вот этих стоек, откуда выплевывает чемоданы. Вдруг выкинут. О, люди как едут. Посмотрите, сколько чемоданов. Интересно, сколько людей. Должно быть не менее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек. Чтобы попасть во Вьетнам, из Гоа мы купили билет. И у нас две пересадки. Первая пересадка, вот как раз сюда мы и прилетели. Калькутта. Город Калькутта. Это в Индии. У нас здесь всего три часа. И отсюда мы уже полетим в Хошимин. В Гоа я ничего не снимала. Знаете, что в Доболим это военный аэропорт. Там ходят военные с оружием. Поэтому я там вообще ничего не снимала. Сидели мы не около окна. Как всегда, у нас билеты бывают не вместе. Виктор сидел в тридцать пятом ряду. Я в тридцать втором. Но были хорошие ребята. Согласились, поменялись. Вот. Теперь у нас три часа здесь, в Калькутте. Будем проходить паспортный контроль уже. Потому что вылетаем из Индии. Сейчас у нас посчитают, сколько мы дней здесь были. И полетим уже в Хошимин. А из Хошимина полетим в Нячанг. Почему именно в Нячанг? Чуть позже расскажу. Цирк. Ребята, цирк. Проходили паспортный контроль. Сидит такой же мужчина, ну в возрасте, очень в возрасте. И говорит, ты просрочила визу. Ты же прилетела в октябре. И считает. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Четыре месяца. Давай экзит-пермит. Говорю, какой экзит-пермит? Какие четыре месяца? Я ему достаю. У меня были прошлые билеты, с которыми мы прилетели. Я ему показываю. Мы прилетели 26 октября. И он сидел, считал, считал. Очень долго считал. Высчитал. 88 дней. Я говорю, ну так что, какие проблемы? Он, давай, экзит-пермит. Я говорю, так не надо экзит-пермит. Ну это когда продлеваешь визу, да, там 90 дней. Он говорит, два дня не хватает. Я говорю, ну хорошо, два дня еще могу быть в Индии. И что-то было все, да, это в этом, в ГОА. Я говорю, ну да, в ГОА. Все 88 дней? Да, говорю, все 88 дней. Странный какой. Или они тут в Калькутте не видели зимовщиков. В ГОА это нормальная история. Люди бывают по три, по шесть месяцев. Идем, ищем свои девятые ворота. В общем, удивил меня этот дедушка. И там они вдвоем. Виктор в одном окошке, я в другом. Они там переговариваются. Ой-ой-ой, такие чуть ли не нарушители мы были. Ну все, прошли. Все нормально, быстро. Самое главное, не выходить на улицу. Людей вообще никого не было. Мы вдвоем только переходили как бы по облегченной программе. Проверили все мои проводочки. Знаете, что когда летишь, надо вытаскивать все там телефоны, компьютеры, все, что имеешь. Провода. И вот наш девятый. Надо будет походить, посмотреть, что тут есть, что предлагают. Лохматая такая, кошмар. Но аэропорт, дорога, все нормально. Так вот, почему мы летим в Нячан? Почему? Мы даже не собирались во Вьетнам, вообще не собирались. Мы думали, что мы вылетим на Мальдивы. На Мальдивы. Побудем три дня и вернемся. Но, кто нас смотрит давно, помните, по прошлому нашему сезону мы познакомились с белорусами, с Игорем и с Леной. И они изначально поехали во Вьетнам в Нячанг. И говорят, приезжайте к нам. Мы не-не, мы во Вьетнам не хотим, это далеко. Не-не, мы не хотим. Лена говорит, ну ладно, ближе к той дате будешь знать, хочешь ты или нет. И что вы думаете? И мы... Очень хочется во Вьетнам. И мы уже хотим во Вьетнам. Мы побыли, наверное, два месяца. Переговорили с Леной. И говорю, ваши планы не поменялись. Они говорят, нет, не поменялись. Мы Мальдивы отложили на следующий раз. А сами летим вот... Но в Мальдивы очень хочется. С белорусами встретиться и побыть во Вьетнаме посмотреть. Мы летим в Нячанг. Так что... А, а они же были. Они были несколько раз уже во Вьетнаме. И они были на острове Фуко. Я предлагала, давайте поедем на этот остров. Они говорят, не, мы уже там были. Там чуть-чуть скучновато. Хотим такой более городской жизни. И поэтому вот они едут. Они уже там, кстати. Мы едем. И вы едете. Да, и вы едете. Они, кстати, уже там. Нас ждут, не дождутся. И я заказала даже отель. Мы будем жить в одном отеле. Так что, ребята, вы едете с нами. Когда мы подошли к ребятам, к тем же, которые считали дни, и они спросили, из какой вы страны? Мы говорим, Литва, Литуэнья. Они не слышали. Литуэнья. Они не слышали. Потом они взяли и читали, что они тут прочитали, потому что написано там на литовском. Им понравился вот этот герб, видите? Написано Europa, Sainte, Litovo, с республикой. Я не знаю, что они там читали, но что-то читали. Они сказали, что мы спикуем Russian. Они сказали. Они поняли, что мы на русском говорим. Да, между собой. И когда вы видели вот этот герб, что-то про него говорили, наверное, понравился. Видите? В общем, очень удивили меня эти ребята, которые считали 88 дней. Им надо было посчитать еще 88 ночей. Точно бы их зимпермит платили. Еще и 88 ночей. Мне почему-то показалось, что действительно он скажет, что вы просрочили, давайте платите. И он так это начал швырять. Как будто мы не знаем, сколько мы тут были. Они тут в школе вообще учились. Взрослый человек от моего возраста где-то. Начал швырять наши документы все, типа вы пробыли 4 месяца. Мне так смешно было. Виктор говорит, научи его математики. Немного пройдусь, посмотрю, где тут что. Очень сильно пахнет сигаретами. Вон там, в стеклянной комнате курят мужчины. Чтобы зарядить телефон, надо сидеть около той стены. Зарядки там. Мне тоже, в принципе, надо зарядить телефон. Но я сейчас включила от своего пауэрбанка. Интересные ребята ходят. Как монахи, не монахи. Кто они? Их много. Наверное, с нами полетят куда-нибудь. Есть такая дорожка. Но в эту сторону. Туда на ней не проедешь. В эту сторону. Интересно, есть какие-нибудь магазинчики? Или еще что-нибудь? Мы как бы прошли по облегченной программе. Даже не видели duty free. В принципе, должно быть. Как тут это все выглядит. Все хорошо. Здесь единственное очень пахнет сигаретами. Сейчас, как вот делают такие колумбари для курящих. Интересно, куда эта вентиляция выходит. Если дым прямо вот здесь в зале. Самое главное не выйти никуда. А то я без билета просто пошла погулять. Ой, какой дует холодный воздух. О, сейчас можно очень заболеть быстро. Ага. Магазинов-то и нет никаких. Один вон сувенирный. Кафешки. Идли. А, индийская еда. Ммм, как вкусненько. Интересно, какие цены в аэропорту в Индии. Чай стоит 280 рупий. Это получается 3 доллара. Доса стоит 650. Ну, цены такие немаленькие. О, мамушки есть. Вегетарианские мамушки. Маленькая порция, наверное, 250, большая 550, 505. А там почему-то стоит очередь. В какой-то зал стоит очередь. Вот такой небольшой аэропорт. Выходов много, а магазинов и кафешек совсем немного. Как бы мы не видели, как он выглядит с улицы, но самолетов летит много. Пойду посижу около стены. Вместе со всеми ребятами позаряжаю телефон. Другого выхода нет. Могли бы поставить какие-то стулья, но вот сделали так. Вот такой магазинчик есть. Но совсем не магазин, а киоск. сладости, сладости, чаи. Интересно, алкоголя нет. Ну, в принципе, да. Говорят же, что в других штатах, кроме Гоа, нельзя пить алкоголь. Видно, поэтому и нет алкоголя в аэропорту. О, уже продают вьетнамские и тайские симки. Ничего себе. В Индии уже сразу ребята решили нас обеспечить. Вот. Есть алкоголь. Нашла. Есть алкоголь. Делите на 92, будет евро. 4,200, 7,800. Сейчас ко мне подойдут, скажут, снимать нельзя. 5,400. А что-нибудь попроще есть? Что-нибудь попроще? Вот. 3,300. 3,360. Такой Old Monk я видела в Гоа, только не знаю, сколько стоила голова. Обычный Old Monk в пластиковой упаковке 700 миллилитров стоило 220 рупий. В Гоа 220 рупий, а здесь, видите, какая цена. Ну, типа, акция, везде акция. Если две берешь, то вот будет не 8,900, а 6,700. Так, что еще? Даже здесь воняет сигаретами. Фу, наверное, вентиляция, вот то, что они все курят, это все, наверное, вот сюда и выпускается. Здесь это дым. Здесь что, духи. О, надо подушиться. Какими нибудь духами. Обычно все приходят чего? Чтобы подушиться на шару. Эти неплохие Lancome. 9. Как я и предполагала, подошел мужчина и говорит, снимать нельзя. Но нельзя, так нельзя. Ну, хоть чуть-чуть посмотрели, какие цены. Цены немаленькие. Дутифри, дутифри, магазин беспошлиной торговли. И уже вот из опыта личного, что во всех аэропортах мира всегда очень-очень дорого в дутифри. Дороже, чем, допустим, даже в городе. Объявили посадку. Идем в самолет. Я видела, шли четыре красивые стюардессы. Стюардессы всегда такие, как с иголочки. Девчонки, у них должно быть всегда хорошее настроение и хорошо они должны выглядеть. И два шло пилота. Один постарше, а другой помоложе. Француза попался. Француза? Мне показалось, что он в парике был. Ну да, вот это ты был попался. Да? Очередь. Как там, знаете? В очередь какие-то дети. Самолет, кстати, не очень большой. Рядом стоял побольше. Наш такой рядов на 30, не больше. совсем небольшой самолет. Из Гоа сюда мы летели. Самолет был намного больше, наверное, в два раза. А здесь вон его хвост видит. И получается, если у нас 20-й ряд, то мы сидим, наверное, почти в конце. это ммм. Умм. 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 Усты и в продессе. А компания Индиго. Это считается недорогая компания в Индии. 20-й ряд ко вторую сторону. Вот. Сюда. Вот здесь. Только не около окна. Нам очень редко везет на окно. Однако холодно. Приквати надо взять. Вот там знаешь, что воду достать. Где? из кармашка. Своего? Угу. Я рюкзак уже закинул. А кстати, расскажи про воду, что разрешают проносить. Да, здесь в Индии не жалеют. Пол бутылочки точно можно. все. Летим. Я села. Летим. Я готова. Расскажи, кто тебе сегодня позвонил. Кто? Все звонили, прямо уже скучают по тебе. Что-то не могу, я бы не мог быть летчиком, не могу поймать этот уровень. Все звонили, скучают? Кто? По тебе. Все, да, звонили и желали все хорошей дороги. Спасибо, спасибо, спасибо. Все, Тереза даже расплакалась на дорожке. Да, представляете, кто в теме, что у нас с Терезой там был небольшой не то, что конфликт, но такое недоразумение. Тереза пришла, говорит, вы уезжаете и начала плакать, ребята, представляете. Ну, естественно, если человек плачет, меня легко на слезы пробить, я ее обняла, говорю, Тереза, все хорошо. И, говорите, посмотри, что мы там оставляем, ну, как оставляем, в каком состоянии квартиру, чтобы, знаете, потом не было вот это поломано, вот это поломано. А она, ничего не буду смотреть, вы мои самые лучшие жильцы. Вот. Сейчас должны взлететь. Самолет, кстати, неполный летит во Вьетнам. В основном мужчины. У нас с Виктором такое предположение, что или индийцы едут туда работать, или рядом еще находится Бангладеш. Может, ребята с Бангладеш едут туда работать, непонятно. Но в самих вьетнамцев как бы и нет. Белых людей мы, еще одна пара, и парень один такой рыженький. вот пять человек. И все кашляют. Ребята, о, как страшно. Особенно вот этот впереди, он бедный так кашляет. Я говорю, он сейчас стул этот вырвет с места. Ходуном ходит стул. И еще взял наверху воздух есть холодный. он еще направил на себя холодный воздух. Ему одеться надо. Он в майке сидит. Ты кашляй, ты кашляй, ты чихай, ты чихай. О, так. Раз сижу не у окна, буду снимать вам взлет не с окна, а вот как так полетим. Ряд. Просто ряд. в том самолете было шесть пюардесс, а в этом четыре. Ну, сейчас пока вырулит. Обычно это бывает долго на взлетную полосу, если она свободна. о, все, пошел. Ух ты. Прижало к сиденью. Вас немного потрясывает нас, да. Я скажу, в какой момент мы оторвемся. Может, вы почувствуете по идее, когда оторвемся от земли, должно уже быть более плавное движение. Все, оторвались. Кстати, в Литве есть такая практика. Петый, как он кашляет? В Литве есть такая практика, когда самолет приземляется, литовцы начинают хлопать. Вы знаете, вот мы летаем очень много и по Индии летали, и сюда в Индию летели, и вот сейчас летим во Вьетнам, в Таиланд, в другие страны. Только в Литве литовцы хлопают. Ни в одной стране мира мы такого не встречали, чтобы кто-то хлопал. Но все, полетели три с половиной часа, и будет good morning в Вьетнам. Прилетели в Хо Ши Мин. Идем, идем, идем. Огромный аэропорт. Еще пока только идем на паспортный контроль. И конца и края не видно. потом надо будет получить багаж. Цветы. Как интересно, аэропорт. А здесь такой оазис. Кстати, они живые. О, уже что-то вырисовывается. Должна быть очередь. Получили багаж. Ребята, нет двух колесиков. Представляете, вообще нет. Долго очень проходили паспортный контроль. Все чемоданы валяются. Этот чемодан наш нормальный. Но самое интересное, что пленка есть, а колес нету. И что это такое? Надо будет покупать новый чемодан. Или все выкидывать и лететь с одним. Вот так вот. Good morning Вьетнам. Интересно, в какой стране его сломали эти колеса. В одном вырвали вообще все. Посмотри, с мясом вообще ничего нет. Здесь просто колесо отвалилось, а здесь прям с мясом рвали. Покупали чемоданы в Турции. Хороший турецкий чемодан. Хороший был турецкий. Ключевое слово был сейчас по вьетнамскому времени, я не знаю сколько. О, боже, что, опять проверять будут. Вышли на улицу, нам идти надо до другого терминала внутренних авиалиний. Сказали, две минуты, стрелочки показывают прямо до мести, до мести, чуть ли не до места. Ну, выглядит красиво. Сейчас, правда, ночь, два часа, о, три уже часа ночи. Смотри, как быстро время пролетело. у нас с тобой в 6.40 самолет. Так что не спеша, не спеша, оп, тут очихает. Люди спят прямо вот здесь. Поменяли, кстати, деньги. Мы миллионеры. Миллионеры, ребята. Написан официальный курс. Один евро стоит 26 210. Один евро. Мы скинули 100 евро, должны дать 26210. Два миллиона 600 тысяч 200 что-то 10 каких-то денег. Дали меньше. Дали 2 миллиона 602 тысячи. А куда испарились 20 тысяч? Ну, типа это, за обмен берёт. идём в доместик. Жалко чемодан, конечно. Что теперь делать? Покупать новый. Даже нет смысла куда-то обращаться, что он там поломанный или что. Это, мне кажется, дороже будет стоить. Сколько они стоят, эти чемоданы? Ну, может, здесь... Мы покупали что-то за 30 евро в Турции. Хороший чемодан, пластиковый. Нет, силиконовый, силиконовый. Ну, вот, колёса не выдержали. Наверное, самое частое, что случается с багажом, вот именно колёса. Вот так рвать прям. конкретно вырвали? Конкретно. Или они куда-то... Застряли эти колёсики? Что они прямо его тянули? Ну, не может быть. Ну, ладно, одно колесо, но почему два? В общем, ничего не докажешь никому, как есть. Вон, наверное, нам туда, смотри. А потом отсюда лететь всего час. Из Хошимина в Нячанг. Мы думали, может, там на общественном транспорте поедем. Да-да, поедем мы с тобой на такси. У нас два инвалида. Ай, один инвалид, нормальный. Но ещё один перелёт, и неясно, как там дальше будет. А, это привезли лёд в кафе, и он уже начал таять. Пока они придут на работу, он весь растает. лёд. Так, если нам осталось три часа примерно, то мы уже даже можем чемоданы сдать. Интересно, такого инвалида примут или нет? Вообще принимают поломанные чемоданы? доместик, депортация, D6. Сдали мы чемоданы, прошли паспортный контроль. Ой, сколько там этих контролев было, уже и не помню, много. Всё перемешалось, Гуа, Калькута, Хошимин. Взяли чемоданы, она увидела, что нет двух колёсиков, и она на этом листике, которые цепляют к багажу, сказала, чтобы я расписалась, но это для того, чтобы потом я не предъявила им какие-то претензии, потому что мы летели Индиго, а в принципе можно было Индиго и предъявить, потому что там одна линия была и из Гоа, и из Калькута. Но это, наверное, долго было бы, и в общем. Сейчас летим другими авиалиниями, и чтобы не было претензий к ним, она сказала, вы распишитесь. Я расписалась, она проверила второй чемодан, второй чемодан хороший, сдали багаж, и вот ждём свой самолёт. Так интересно, аэропорт был закрыт, его только открыли в 3 часа ночи. Значит, на ночь его закрывают, ночных рейсов здесь нет, и только в 3 открыли, стали запускать людей, тепло здесь довольно-таки. В Калькуте было очень холодно, а здесь тепло. Люди вон даже в шортах есть, какие-то магазины, кафешки. Мы как из Гоа вылетели, мы ничего не кушали. Что-то я боюсь в дороге. Всяко бывает, можно было, конечно, и покушать, но деньги есть, и индийские были деньги, и сейчас уже вьетнамские есть. Кстати, у них ходит валюта, называется Донге. Вьетнамские Донге. надо будет привыкнуть к этой валюте. Вот такой аэропорт. У нас четвертые ворота. Интересно посмотреть, что продают, допустим, во Вьетнаме, потому что это совсем другая страна, совсем другая культура. какие-то игрушки такие необычные. Но здесь все для нас будет необычно и сладости, потому что это совсем другая культура. Мы никогда даже и не подозревали, что когда-то мы попадем во Вьетнам. Это казалось так далеко-далеко, далеко-далеко. Но лететь на самом деле из Индии перелеты и вот в аэропорту мы ждем. Мы вылетели из Индии в три часа по индийскому времени в 15-20, а прилетим в Нячанг по индийскому времени, чтобы понять, сколько мы летим, по индийскому времени мы прилетим в полседьмого утра. Вот с 15-20 до полседьмого утра занимает весь наш путь. Но в Нячанге будет уже 8 утра и наконец-то выровняется это время. Сейчас в Индии разница была 3,5 часа. Вот так интересно 3,5 часа. А сейчас уже в Нячанге будет разница с Литвой 5 часов. А с Германией будет разница 6 часов. Представляете, какая большая разница. Стоит вода. Наверное, даже можно подойти самим набрать воду, попить. Белых людей из Европы очень мало. Очень. я читала, Нячанг там много русскоговорящих людей. А вообще вот ходят здесь только все, ну, не знаю, вьетнамцы, наверное, это. где-то Виктор там лежит. Мы прислили, у нас еще было полтора часа, я говорю, не мучайся, ляг, полежи, здесь все лежат. И он где-то там лежит, отдыхает. вижу его пятки. Ночью очень тяжело летать, очень тяжело. Днем еще как-то, как-то, а ночные перелеты очень тяжелые. Вот, Виктор лежит. красивый, темно-зеленый или синий. у нас тридцать седьмые места, пойдем в Лоскар. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, второй контейнер вошел... Такой звук идет сразу... Ого... Тут форма опускается... А контейнеры, наверное, остались внутри самолета... И еще вон там третий стоит... А третий, наверное, не в наш самолет... Что она уезжает, да... Еще один привез контейнер... Все куда-то движутся... Много надо разных ребят, чтобы отправить самолет... Багаж... Трап подать... Два трапа... Всякие проверяющие... Вот эта машинка поднимала... Багаж в самолет... Как погрузчик такой... Закрывают багажный отсек... Трещит весь... Самолет, между прочим, такой староватый... Сидения, правда, настоящие... Да, сидения настоящие, мягкие... Но такой весь потертый-потертый... Уже видно, что ему сто лет... Но... Висят телевизоры... Показывают какое-то кино... Мне кажется, неполный самолет... О, костюмальный сидит главный слевизор... Он будет хлестом 60-летihnаться.... Корректорrevина São Scrなんか... Виатта... Наждое месте см см real .... Даже찬 помortу мократор... Я не могу, делаю, что я здесь... Звучит тί revolutionary, макратор devo Called Строми moi... Может местам весел IdealeNTech passar... Но можно сказать... Постюмного sink с Penny Nós... А вов manipulated системы пахнуть до мебельских... Правила cartsелucirese, вспомнить nichили... Чтобы было немного стр鑑ать, Внут RTX канал..! Продолжение следует... 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 Проезжали... целая линия была дорогих отелей, стояли на первой линии справа моря. Интересное место, горы вокруг. Проезжаем 5-звездочный отель. Кстати, здесь их очень много. Мариот был, еще вот какой-то буквы наоборот. Бриллиант Даймонд. Но погодка такая, знаете, не очень солнечная. Вот Даймонд Бай Кондателл Ресорт. Мы когда приземлялись, говорю, мы хоть отдохнем от жары, остынем. Это уже иногда в голову, аж мозг закипал. Отдельная полоса для бариков. За перегородкой они едут. Нам не мешает. А здесь река впадает в море. Стоят различные корабли. Еще раннее утро, всего лишь полдевятого утра. Все куда-то едут. О, бамбук. Это уж, как видите, у нее ещё раз. Даймонд Бай Кондателл Ресорт. О, бамбук. О, бамбук. И ете мое. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Нашли свой отель DimaTorzok 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 обязательно смотрите что приносят то или не то лена хотела красного окуня она уже здесь его кушала приготовили целую рыбину а сейчас они приготовили типа черного окуня лена расстроилась потому что она хотела того красного в общем смотрите что приносят меню три раза приносили не те блюда потом когда уже счет надо было принести приносят не те чеки намного больше посчитали даже то что не кушали посчитали потом уже посчитали то что мы кушали но по другой цене ребята все сверяйте проверяйте ну в общем хотели наколоть а виктор говорит что здесь есть рыба как этот вот мурена представляете сейчас я вам покажу мурена все что здесь лежит это можно приготовить заказать вам приготовят вот даже есть мурена бедная 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 мурена и и здесь сожрут вот подарки из белоруссии представляете белорусы нам привезли из самой белоруссии шоколад спартак 56 процентов шоколада полкило и даже есть какая-то печать сразу съедим сразу и и еще что то есть полотенца какие-то лена яки полотенца и лена сказала что это представляете льняные полотенца изготовлены в белоруссии горит мы вам хотели подарить что-то белорусское что-то белорусское скорее открой покажи скорее открой покажи видя читает ли он 82 процента хлопок 18 обалдеть покажи они очень большие мне даже жалко ими пользоваться в принципе можно но представляешь это как маленькая маленькая одеяло в год повесить до лучше всего впитывают в углу как конча можно носить большое спасибо вам лена с игорем за такой шикарный подарок дякую мадюже а что я заметила что у них разный принт здесь как будто она вафельная но льняное полотенце а здесь совсем другой принт это будет моё а там твоего интересно где про из добре такие полотенца написано город минск честный знак пахнут льном и солнцем вот так ребята пахнет солнце я надеюсь что во вьетнаме его будет очень очень много большое вам спасибо сябры и сябруки а мы белорусам ничего не привезли из литвы потому что мы когда были в литве мы еще не собирались ехать во вьетнам хотя про них уже знали мы купили в индии кокосовое масло крем для тела очень хороший оливковый это фирма гималая ароматные палочки витамины суп 1 очень хорошие индийские мы сами такие пьем зубная паста красная прекрасная игорю вот такой одеколон красная а после бритья красное мыло очень вкусно пахнет лавандовое мыло и пачечка индийского чая все 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 кроме вот этого вот это вот все мы купили в ашраме сай бобы в магазине так что это все очень такое интересное специфическое вместе с нами вы прилетели во вьетнам дорога была тяжелая но мы и вы ее выдержали единственное чемоданы не выдержали будет полное погружение в атмосферу вьетнама как и в атмосферу индии не забывайте лайкосик лайк ставим коментосик комментарии пишем может кто-то был во вьетнаме ребята напишите до скорых встреч уже из вьетнама пока 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 пока